Солнце, воздух и развлечения. Два тёплых дня на природе, в окружении друзей и знакомых. Седьмой слёт работников культуры в этом году прошёл в лучших традициях коллективного отдыха в живописных экстерьерах лагеря «Юнармеец». У нас вся команда спортивная, поэтому мы готовы всегда. На всё готовы. Тут никогда не ожидаешь, что тебя ждёт. Приехали отдохнуть, научиться чему-то новому, встретиться с коллегами. У нас единый коллектив и вся культура вместе. Это очень здорово. Команды районного городских и сельских домов культуры, Щёлковского театра, библиотек. Всего 150 человек. На открытии слёта приветствовал глава района. Я очень благодарен вам за ваш труд. Он абсолютно, конечно же, в какой-то степени незаметен, просто он органично дополняет все процессы гражданского общества. Если бы вашего труда не было, то, наверное, бы не было той духовности и нравственности людей. Вы настолько за эти годы сплотились, вы перевернули сознание жителей Щёлковского района. И жители вам благодарны. На слёте нет ни начальников, ни подчинённых. Есть одна большая команда. Это самое большое удовольствие вместе с вами быть в равных условиях. Мне хочется, чтобы сегодня здесь, в этом зале, не было начальников и подчинённых. Мне хочется, чтобы сегодня мы действительно были настоящими добрыми друзьями. Если быть, то быть первыми! Слёт работников культуры, который проходит на этот раз в лагере «Юнормеец», очень насыщен. Лётная тематика, главный смысл основного задания – это собрать топливо для того, чтобы вернуться снова в Щёлковский район. Состав команды перемешали, чтобы в каждую попали представители из разных учреждений. В таком составе они вышли на местность для участия в увлекательном квесте, где нужно было преодолеть воображаемый брод. Пройти по траве на лыжах-батутах. Пострелять из винтовки. Каждый участник чувствовал ответственность за команду. Азарт, конечно, есть, и немножко волнения и тряска в организме – это естественно. Уже с такой добротой относимся друг к другу. Нас это сплочает. И потом в дальнейшем, когда мы проводим какие-то мероприятия, это всё сказывается, конечно, на нашей работе. Коллективное творчество сближает и настраивает на новые результаты. А они, по многочисленным отзывам, с каждым годом оставляют у зрителей всё больше положительных эмоций. Михаил Налётов, Валерий Жегле и телерадиокомпания «Щёлково». Валерий Жегле и телерадиокомпания «Щёлково».